итак доброе утро всем дорогие друзья доброе утро все шалом ждем кто первый заходит шалом шалом всем значит и продолжаем изучать мишли самую большую мудрость вообще мудрейшего из людей царя салмона вот я сейчас смотрю там некоторые есть вроде мудрые люди индусы бывают мудрые все но они все до определенного уровня то есть написано что знание в есть у народов да вообще всех есть но именно пророчества вот именно знание от бога он бы дал только только через муж и рабы но мессии и дальше отдал через пророков то есть вот именно божественное знание до него додуматься нельзя его цель все вот эти вот индийские учителя там все алекс поделка шалом привет значит все вот эти вот индийские учителя не как говорят они говорят вот я то что я могу осознать и прочувствовать вот это вот и главное для меня а там он говорит я не знаю не знаю говорит я это прочувствовать не могу и вот он занимается поэтому чем только тем что он может прочувствовать и качественно занимается это Когда говорят, что они не могут дойти, могут дойти Авраам Авину, про отец Авраам. Он же сам искал путь к Богу. Он шел, 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 оп, и дошел до момента, когда Бог вышел к нему. И дальше Бог ему начал уже сообщать, как система работает. Вот. И поэтому, поэтому, но даже если зададут вам вопрос, скажут, а кто вообще оттуда возвращался? Израиль, там, оттуда, отсюда. Даже если никто, вы так скажите, даже если никто, хорошо, пускай никто не возвращался. Но перспектива, но никто же не доказал, что этого нет, тоже никто не доказал. О, Михаил Федорович, Михаил Федорович, это очень смешная история с Михаилом Федоровичем. Михаил Федорович, здравствуйте, шалом, ханука, самех. И вот, значит, если мы скажем, что никто оттуда не возвращался, иной никто не пришел и не сказал, что там закрыто, и там ничего нету. То есть, если есть потенциальная возможность того, что есть следующий уровень, назовем это даже потенциальной возможностью перехода в вечность. И для того, чтобы перейти в вечность, требуется делать то же самое. В принципе, все вот эти вот системы духовного роста, которые не говорят про рай, вот эти все буддисты и так далее. По большому счету, у них система ограничений еще более жесткая, чем у классического религиозного подхода. То есть, они намного жестче подходят к ограничениям, все эти буддисты и так далее. Тогда логично, нормальный человек, он говорит, секундочку, то есть, то, что Бог есть, это все, и даже они говорят. То есть, есть источник всего, первопричина всего, основа всего. Это, как бы, понятно, очевидно и ежу. Ясно, да? Еж вообще говорят, что он, как бы, для него все очевидно, для ежа, ну, для всех животных, для растений. Они, как бы, выполняют свою функцию, для них очевидно, что есть тот, кто ее запрограммировал. И только человек, он пытается выдумать себе какую-то другую историю, там, вот, он не хочет понять, что есть Бог и так далее. Так теперь, если человек находится перед выбором, то есть, он знает, что есть Бог, и ему теперь нужно, или ему нужно сказать, я не знаю, что будет дальше, я просто тогда сосредоточу внимание на этом мире, ну, именно на духовном росте в этом мире. Или он говорит, я буду духовно расти, но с перспективой, с намерением, с направлением идти дальше в рай, в вечную жизнь. Понятное дело, что логичнее намного идти с перспективой. Поэтому мы вообще не обращаем внимания на все эти духовные остальные системы, а возвращаемся к классической, от Авраама, то, что прошло от Авраама, да, именно связь с Богом по... Вот смотрите, у нас есть Авраам, Исраиль, Колотов. Вот есть Авраам, есть Ицхак и есть Исраиль. Это было три праотца, которые передали от одного к другому, передали эту цепочку. Дальше Исраиль, он как бы замкнул, у него было 12 сыновей, пошел народ. Дальше народ, когда размножился, пришел Маше Рабейну, Моисей, и Маше Рабейну получил Тору и передал народу. И дальше народ зашел в землю Израиля, в земле Израиля развивался, развивался, а потом был царь Давид, который именно распространил царство Бога силой. А потом пришел царь Соломон и распространился царство Бога мудростью. Построил первый храм и так далее. И дальше живи да радуйся. Но искали разные, а может то, а может все, а может то, а может все. И вот пока искали, а может то, а может все, каждый раз, как только уходят с правильного пути, раздача, раздача. Вот сейчас хану как раз праздник, это как раз была, искали, опять искали, там греческая культура, греческие влияния. Все, все, пришли гречи, все забрали, деньги забрали, страну забрали, Тору, значит, запретили выполнять, забрали даже себе правила. Гречи же они были такие, дети, значит, первая брачная ночь себе забрали, то и вообще полностью все забрали. Тогда евреи говорят, секундочку, у нас есть только Бог, значит, наш защитник. И, значит, оп, победили греков, и в честь этого мы празднуем хануку уже 2000, больше 2200 лет. Мы празднуем, и основа ханути, это победа в войне с греками и с теми, кто принял греческое влияние внутри еврейского народа. То, что масло загорелось, это следствие, это вторая уже причина праздника. Горело 8 дней масла, но, в принципе, для тех людей, которые уже живут в концепции божественного управления миром, для них это нормально. С маслом было еще несколько таких чудес. В Талмуде рассказывается, просто был Раби Ханина, который не было у него масла, зажечь шабатные свечи. И он дочке говорит, налей уксус, значит, будет гореть. Она говорит, а как же, говорит, уксус будет гореть? Он говорит, тому, кто сказал маслу гореть, ну, то есть Бог, так он скажет уксус, и уксус будет гореть. А почему именно через Раби Ханину так работало? Делай его волю, Бога, как свою, чтобы он выполнил твою волю, как его. Раби Ханина всю свою жизнь он делал только то, что хотел Бог. Когда Раби Ханине что-то было надо, то реальность пошла в ту сторону, в которую сказал Раби Ханина. Понятно. Теперь возвращаемся к простым, понятным вещам, которые нам сообщил мудрейший зудей царь Сламон. 16-й отрывок 20-й главы нам говорит следующее. Вообще непонятно, что он нам говорит. Говорит так. Он говорит, забери одежду его, потому что гарант чужой. Забери одежду у чужого гаранта. Убеат Нохрим Хавлеу. А говорит, то, что в руках чужих, Нохри это вообще чуждый. Он говорит, вообще его надо побить. Я иду по Малбиму, потому что есть другое объяснение. Тоже забери у него одежду. Тоже залог забери. Значит, здесь по-простому нам объясняется, если говорить простой, самый простой смысл, что люди, они как взаимодействуют друг с другом? Они взаимодействовали всегда с друг другом, бизнес. Я тебе делаю ту пользу, ты мне даешь деньги. Или вначале был обмен, потом уже появилось средство обмена, это деньги. Теперь и деньги это такая была удобная штука, что ты можешь взять эти деньги у кого-то взаймы. Потом ты можешь этими деньгами что-то купить, продать, заработать. Ну, то есть деньги это удобная была веха в истории человечества. Теперь нам говорит царь Соломон, который был не только мудрейший, но и богатейший из людей. Он говорит так, что люди, они в бизнесе, они есть, у них еще гаранты. Ну, гаранты. То есть ты, когда в бизнесе ты с тем-то взаимодействуешь, то ты как бы, тебе кажется, что ты с ним взаимодействуешь. Но там целая цепочка, которых ты не видишь за ним. И тот, с тем ты взаимодействуешь, он может быть для тебя в данный момент честнейший людей, обещает, все будет отлично. Вот у меня сейчас такая ситуация, я нанял людей делать ремонт. Один человек, он как бы подрядчик, да, главный архитектор. Я с ней, женщина замечательная вообще, прям такая, тух-тух-тух, мы с ней договорились. А, значит, потом ее все начали подводить, рабочие, поставщики, те-те-те. И она не может выполнить передо мной свои обязательства. Понятно, да, идея? Если бы я предварительно проучил вот то, что мы учим сейчас, я бы с ней договорился по-другому. Как нам советует царь Соломон вести дела? Он говорит, бери залог. То есть, бери залог, учитывая то, что на того, с кем ты договариваешься, его могут подвести. Он сам хороший человек, он не будет подводить. Но когда его подведут, то у него не будет возможности. Поэтому в бизнесе надо смотреть вот на этот шаг вперед и бери, в общем, залог. Потому что вот этот вот, тот, кто гарант, он чужой тебе. То есть, ты можешь договариваться с тем, кто тебе, ну там, все, ты видишь человека честный, капец какой, да? Но ты не знаешь, с кем он дальше будет договариваться. Понятно, да, идея? Это совет по бизнесу, очень крутой. То есть, всегда бери какой-то, закладывай в риски, то, что подвести могут того, которому ты доверяешь. Это первый бизнес-совет. Второй совет вообще идет на духовную сферу. Это объяснение этого отрывка. Но вообще по-другому. Он говорит, кто такой Зар? Зар это еврей, который из другого города, ну то есть, который из другого города, чужой. Еврей чужой, чужой по мыслям. Есть евреи, которые не соблюдают, в Бога не верят, там, ну и так далее, да, такие. Теперь есть Нохри. Нохри это чуждый. Это, он не просто в Бога не верит, а он верит во что-то другое, в какие-то идолопоклонства. То есть, активно такой человек, который идет по идеологически в другую сторону. Это Нохри чужой, чуждый. Зар это чужой, а то чуждый, как бы, да? Это большая степень удаленности. Теперь он говорит, когда ты общаешься с вот этим вот чужим, который, который он просто неверующий, например, но не идолопоклонник. То ты можешь у него взять одежду. Внешне можешь взять. Например, ты можешь учиться у него профессиональным навыком каким-то. Ты можешь у него какие-то знания брать, математику, может быть, музыку, например, да? Хотя написано в Тесуджу Хана Рухи, что отдавать ребенка к таким учителям запрещено. То есть, потому что он вместе с математикой в ребенка впихнет свою идеологию. Но если ты крепко верующий такой человек, который идет по религиозной системе, то тогда ты можешь у него чему-то учиться, как одежда, внешним вещам. Но не внутренним, его стержневым каким-то вещам. Теперь, но если он идолопоклонник, то тогда у него даже одежду нельзя брать, написано «бей его». То есть, его надо конкретно война всем идолопоклонникам, потому что они портят мир вокруг себя, уничтожают мир вокруг себя. И, конечно, очень правильно было бы объявить им всем джихад. Кстати, интересно, что когда, ну, по нашим преданиям, Мухаммед, он прежде чем написать Коран, создать Коран и движение мусульманства, он пришел. Зачем ему было выдумывать новое? Вот сидят там же евреи вокруг, и они как бы служат тому же Богу, тот же самый Аллах, это Элоим, да, это всесильный. И, значит, служат тому же Богу, как бы все. И он пришел и говорит, я хочу служить Богу, у меня, как бы, я хочу служить Богу, истинному Богу, создателю неба и земли, то, что называется Элутим, да. Ну, ему говорят, хорошо, то есть, для того, чтобы стать евреем, ну, можно пройти дьюр, для этого нужно изучить Тору, понять, что можно делать, что нельзя делать, все. Он открывает книги наши, а везде в книгах написано на каждой странице, уничтожая и дала поклонство, уничтожая и дала поклонство, уничтожая и дала поклонство. Он говорит, послушайте, так написано, давайте уничтожать и дала поклонство, вон стоят идолы, видите, прям обставлены все, вот этот вот камень Каба, где Авраам учил Ишмаэля Торе, где, ну, как бы, Каба, это их камень, где есть отпечаток ступни Авраама, то есть, это святое место, там все. Он говорит, так, а там сейчас идолы стоят, давайте сейчас пойдем снесем все эти идолы, да, у евреев были тогда достаточно сил, а ему говорят, ты что, нет, это написано, написано, но, как бы, там много другого написано. Пока мы все остальное не выполним, это уже серьезная задача, это задача для серьезных людей, идолов уничтожать. А пока, мисс, надо вначале с собой справиться, еврейский подход какой? Вначале научись не говорить злоязычия, делать добро, там, и так далее, а потом, когда ты окрепнешь, когда ты будешь уверен, что Бог на твоей стороне полностью, тогда будем уничтожать идолов. Это такой был еврейский подход, который, кстати, не сработал и в Хануку, Хашманаиму, то, что мы сейчас в Хануку, доказали, что надо идти было, как Мухаммед говорил, да, то есть, нужно было, они взяли, пошли воевать, и они уничтожили и греков, и идолов. И он же тоже самое говорил евреям, давайте идем воевать. Они говорят, нет, не идем, все, мы тебе дюр не дадим, потому что ты опасный человек, ты сейчас, ну, станешь евреем, отрастишь пейсы, и потом пойдешь, пойдешь, этих идолов снесешь, а потом они придут, нас всех поубивают. Он говорит, ладно, я без вас обойдусь. И он, значит, сам начинает воевать с идолами, его изгоняют, с ним 70 человек ушло. А потом эти 70 человек, как начиналась Ханукальна, Хашманаим, их было там священник один и пять его сыновей, и потом они движение, движение, и они захватили, победили греческую армию самую мощную. Также и они, мусульмане, они, значит, через буквально несколько лет убрали всех идолов, захватили весь мир, ну, на тот момент почти весь мир населенный. И везде, где они заходили, они убирали идолопоклонство, и всех насильно обращали веру в единого Бога, в это самое. Очень, я считаю, правильное, достойное действие они сделали. Выполнили ту работу, которую, в принципе, мы должны были сделать, но не сделали. Хорошо. Теперь, значит, так что нам говорится, что у идолопоклонников их надо бить. Бей их, написано. У просто человека, который в Бога не верит, он такой себе, ну, просто он сосредоточен на работе, математик какой-нибудь, или там, музыкант. Вот он его спросит, ты во что веришь? Он говорит, Чайковского. Что Чайковский хорошую музыку пишет. А, например, Арахманина мне не нравится. Вот его вся, как бы, жизненная идеология, да. Можно у него учиться музыке спокойно, то есть, это самое. Хорошо, двигаемся дальше. А на первый взгляд прочтешь, вот без этих комментариев, то, что это Малбим объяснит, да, вообще не поймешь, про какую одежду речь идет, что за одежда. Теперь дальше. 17-й отрывок. Написано так. Приятен для человека, вкусен для человека хлеб обмана. Хлеб обмана, вкусен для человека, приятен так, сладок. Но после того, как он его поест, наполнится рот его чем? Щебнем. Переводят здесь щебнем. Хац, ну, всякие такие вот, как щебень, да, камешки. Теперь, что имеется в виду? Значит, вначале идем по простому бизнес-модель. Значит, человек, он зарабатывает деньги, или он вначале вкладывает труд, риск, деньги, инвестиции, то есть, он вначале вкладывает, потом собирает урожай. Или бывает наоборот, он забирает, он сразу хочет, дайте мне сразу урожай. А как можно забирать сразу урожай, если ты не вкладывал? Только украсть, обмануть, ограбить, все. Но есть люди, которые выбирают такой путь. То есть, и он, когда забирает эти деньги, ему пришла, вот, например, грабители, да? Ограбили они банк. Вынесли сейф. И они только домой приезжают с сумками и говорят, ну, круто, час работы, 5 миллионов долларов. Вообще отлично. Это у них вначале, как бы им приятен вот этот вот хлеб-лжи. Проходит еще день. Полиция выходит на их след. И начинается погоня, все. Уже не так все сладко, они уже в бегах, они уже прячутся, они уже там кого-то друг друга там постреляли, по чуть-чуть, чтобы, ну, денег забрать. Потом все равно их в конце поймали, посадили в тюрьму, дали им по 15 лет за вооруженное ограбление. И вот это как раз наполнился рот камешками, да, вот этим щебнем. Вначале было легко, хорошо, потом, значит, пришла расплата. Это если идти по-простому, как бы, по-простому. Теперь, если идти, опять же, продолжается предыдущий отрывок, то если человек идет по чуждой идеологии, что ему говорит чуждая идеология? Говорит, слушай, ничего не соблюдай. Ешь, что хочешь, спи с тем хочешь, воруй, не воруй. То есть нет тебе никаких, никто тебя не накажет. Все, нету Бога, нету это. И он, значит, в эту идеологию поверил, но он на недельку расслабился. Да, он думает, вот это круто. Что, прям реально делай, что хочешь? Да. И вообще никто тебя не накажет? Нет. И что, нету добра и зла? Нету. Как скажешь, так и будет. Ну, какая-нибудь такая идеология, да? Он думает, вот круто вообще, да. Значит, можно прямо все, что хочешь делать? Все. Он неделю так живет, две так живет, а потом начинается ему джжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж И тут в неприятностях обычно человек начинает как бы понимать, что есть тот, кто ему это посылает. То есть через неприятности, через страдания человек пробуждается. Это то, что здесь написано, что вначале сладок, хлеб, лжи, как наркотики, а потом наполняется рот щебнем, и после того, как человек, например, накурился, 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 ему прям все красота, весело, все. А на следующий день прям реально наполняется ему рот щебнем. Мозги не работают, он тупит, попадает в разные плохие ситуации, все. Понятно, да? Теперь дальше нам говорится, что же делать. Что же делать? Значит, дается нам в 18-м отрывке решение. Дается нам решение, что делать. Макшивот боится тикон. Значит, Макшивот это мысли, этца это решение, это та мысль главная, которую ты уже принимаешь как решение. Тикон установи. Уба тахбулот асемил хама. И хитростями делай войну. Значит, что имеется в виду? Как мы уже учили, что много мыслей в сердце человека. Работы Макшивот были выше. То есть в голове у человека в день всплывает 50, от 50 до 70 тысяч мыслей. Каждый день. И вот так вот нам все одно за другой ассоциации. Тут пошел поток, там пошел поток, тут тебе позвонили, тут радиопесня какая-то, тут фотография. То есть вот так вот. И у человека, у нормального 50-70 тысяч мыслей в день проносится сквозь его сознание. Теперь, допустим, человек, он думает, ну я-то хочу, вообще все хотят одного. Все люди хотят, чтобы было все хорошо. Все люди хотят кайфовать, получать удовольствие. И для этого они понимают, что для этого нужно как-то упорядочить вот этот вот хаос в голове. Или как его упорядочить? Упорядочить его можно только через решение, цель, установка какого-то пути, который ты для себя устанавливаешь и принимаешь, как направление своего движения. И тогда, если ты установил себе этот путь, вот это вот называется ЭЦА. ЭЦА это когда ты выбрал из множества этих роящихся мыслей, ты выбрал какую-то одну, и ты ее установил. Я называю это цель, план там и так далее. И дальше у тебя начинается второй этап. Второй этап начинается, 18-й отрывок. Убы тахбулот, ацемил хама. Тахбула это хитрость в войне. То есть, когда человек идет на войну, военачальник, у него есть план, что так, значит, я иду вначале вот так. Если он делает так, мы делаем вот так. А если он делает так, мы делаем вот так. И у него есть вот эти вот тахбулот, военные хитрости, которые учитывают, то есть у него есть не один план, у него есть несколько как модулей блоков на разное разворачивание ситуации. Современным языком называется это мультистратедия. То есть, у него есть стратегия, но она не простая однозначно. А у него есть на каждый ответ противника, у него есть его... Теперь нам Шлом Амелак сообщал, как делать эти тахбулот. Он говорил, уберов, яуцим, и когда много советников у тебя, крутых экспертов, тогда ты можешь подготовиться хорошо к войне. То есть, здесь у нас тогда есть как бы простое, понятное решение, как раз сейчас вот конец календарного года, Ханука, и, значит, это время как раз собраться с силами и идти на следующий год, как на войну. Значит, как тогда надо поступать? Есть много мыслей, теперь их надо собрать в какой-то ИЦУ, в какой-то цель и какой-то план, стратегия. Дальше, когда у тебя есть цель, то тогда ты должен эту стратегию взять у Йоатим, у советников, у экспертов. То есть, ты не должен выдумывать свою стратегию. У каждого человека есть определенный запас знаний, опыта. Это то, что есть у него в прошлом. И для достижения новых целей этого запаса недостаточно. То есть, этот запас, он... это старье, можно так сказать. То есть, у каждого из нас полный, каждый таскает за собой чулан старья, который уже устарело, все. Вы же не будете одеваться сейчас в модели, там, мода 90-го года, да? То есть, уже как бы другая одежда, другие материалы, все. То же самое, знания, они устарели у большинства... Ну, я думаю, что у всех людей, как только начался новый день, вчерашний день, это уже прошлое, старое. Поэтому, если человек хочет перейти на следующий уровень, в своем духовном развитии, прежде всего, потому что счастье зависит от духовного развития, а не от внешних условий. В одних и тех же внешних условиях человек может быть счастливым и несчастливым. То есть, счастье — это внутренняя работа человека по оценке того, что с ним происходит вовне. И еще раз, внутренняя работа, управление собой, управление своими мыслями, духовная работа — это все идет внутри у человека. Поэтому план, прежде всего, должен учитывать, как ты будешь развиваться. И внешний мир, он является следствием твоего развития. При этом, еще раз, как нас учил царь Соломон, лучше говорит, как бы нахат, лучше одна пригоршня, но бы нахат, со спокойствием и с радостью, чем лох афнаем, чем две охапки, но в тяжелейшем труде и когда тебе плохо на душе. И везде он это повторяет. То есть, как бы все гонятся за количеством, но это количество, оно к счастью не приводит. Приводит к счастью только погоня за счастьем. А погоня за счастьем, она всегда идет внутри. Понятно? Все, значит, давайте сделаем выводы. Первый вывод какой? Что когда ты имеешь дело с другими людьми, закладывайся, бери залог, что их подведут. Это очень важно для бизнеса. Я прямо себе это очень сильно возьму во все договора, во все. Я буду теперь смотреть изначально, что у каждого человека с семьей договариваюсь, есть люди, которые могут его подвести. Я должен об этом тоже подумать в момент, когда я с ним договариваюсь, что если так будет, чтобы я от этого не пострадал. Второе, то, что нужно знать, это то, что нужно, значит, ну это понятно, да, что все зло, оно только внешне привлекательно на одну секунду. И нужно очень четко знать, что за то, что ты получил без предварительного труда и страданий, оно легко выскальзывает из рук. Обычно это обманный хлеб, который потом наполняется рот этим самым щебнем. То есть нужно обязательно понимать, что липум царагра, чем больше страданий, тем больше награда. No pain, no gain. То есть лучше выгребать свою долю, свою дозу вот этого страдания до того, как ты получил награду. И тогда ты, как говорят, что почему Бог, кстати, интересно, он этот мир сделал таким тяжелым. И почему он сразу человеку, если Бог добрый, хотел человеку дать награду, почему он ему не дал сразу ее? Потому что он именно не хотел, чтобы это был хлеб стыда. Он хотел, чтобы человек заработал себе эту награду и был счастлив. Вначале поработал, потом получил награду. И это круто, классно, честно. Ты чувствуешь тогда, когда ты заработал, ты себя чувствуешь именно реально, что это твое. И это здесь тоже передано. То есть нельзя вестись на легкий хлеб. Бесплатный сыр есть только в мышеловке. Если ты вначале взял сыр, знаешь, что потом за ним всегда будет полный родчебник. Это очень крутая идея. И третья идея такая, что для того, чтобы из множества мыслей вылезти, нужно выбрать себе одно решение. И дальше уже это решение реализовать с помощью такбулот хитростей, которые можно взять у кого? У советников, экспертов, умных людей, для которых эти цели, которые ты себе ставишь, они как и решки. Они их уже достигали и знают, как это делается. Все, вот мои три вывода. Пожалуйста, напишите свои выводы. Это очень важно. Напишите свои выводы. Одна из моих целей на 2019 год, это сделать портал Вайкра реальной такой платформой. То есть найти самых крутых равинов. Я знаю, что вот я читал статьи, где-то в Америке, в Нью-Йорке, есть один очень крутой раввин. Ну, раввин это я образно называю, который был шахматистом. Я читал его статьи фантастически красиво, пишет глубоко, умно. То есть мы хотим с Яковом Шатадиным найти самых таких вот людей, которые сами пришли к Богу. И теперь они хотят нести это знание другим людям, найти из них самых таких вот... Всем дать платформу, чтобы они могли делиться, да? Вайкра это платформа. И, значит, и найти самых лучших, и им сделать рупор. То есть усилить их влияние, усилить их влияние. Поэтому, конечно, делитесь. Делитесь тем, что вам понравилось. Давайте больше проявлять активностью. Приглашаем друзей на платформу Вайкра. Про страница в Фейсбуке очень классная. Если вы знаете, как нам помочь, советом может быть, еще чем-то, то, пожалуйста, давайте вместе, значит, сейчас время Хануки. Увеличивается свет. Одна свеча, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть свет увеличивается, и мы победим идолопоклонство, серость, тупость и лень. Все. Удачи, успехов. Жду ваших комментариев. Пока.